Давайте для начала попытаемся разобраться, что именно произошло, потому что очень разные сообщения, понятно, что иранская сторона говорит, что ничего серьезного, ни потери, ни повреждений каких-то серьезных, из сообщений СМИ можно сделать вывод, что все-таки, наверное, что-то серьезное произошло, Израиль по традиции не комментирует ничего, что мы на данный момент вообще знаем и понимаем про атаку, сколько вообще их было? Ну, вообще, такие атаки происходят довольно часто, надо признать, то есть на иранские объекты, которые находятся, то ли они находятся в Иране, то ли они находятся в Сирии, иногда бывают даже эти объекты в Ливане и где-то еще в других местах региона, Но ясно, что произошла атака на военный объект, по всей видимости, это завод по производству беспилотников, в Иране достаточно много таких предприятий, вообще, в последнее время иранская промышленность по производству дронов, она делает успехи, и в Израиле, в общем, довольно давно, я думаю, уже, наверное, три года назад, начали выражать тревогу по поводу того, что вот промышленность по производству дронов, она заняла очень активное место в иранском ВПК, в общем, по всему Ближнему Востоку как бы распространилась ее крылья, и это довольно активно было задействовано, во-первых, в операциях в Сирии, еще более активно это было в операциях в Йемене, где хоуситы, повстанцы вот эти, шиитские, которые находятся под контролем Ирана, они делали атаки на Саудовскую Аравию, причем довольно успешные атаки с применением передовой техники, были и другие примеры, поэтому, ну, в последнее время все это, конечно, ушло в тень, потому что гораздо большее применение дронов находится сейчас в иранско-российском сотрудничестве, особенно вот в последние месяцы, вы помните, что иранско-российское сотрудничество, оно как бы приняло такое второе дыхание после визита Путина, он был 19 июля, в тот день было подписано оборонное соглашение, причем на довольно значительные суммы, там фигурировали миллиарды долларов, конечно, о дронах там не говорилось, но это подразумевалось, тем более, что потом сами иранцы признали о том, что дроны они поставляли России, о том, что Россия использует это на украинском направлении, естественно, не говорилось, потому что иранцы до сих пор, вот уже несколько месяцев идет применение дронов, они до сих пор говорят, что Иран никоим образом не завязан в военных действиях на Украине, он хотел бы скорейшего решения, Иран выступает за мирное регулирование, недалеко, примерно 5 дней назад это повторил министр иностранных дел Ирана Аллахиян, и он, в общем-то, повторил точку зрения иранского и президента, и духовного лидера, которые на деле выступают за мирное решение украинского кризиса, но, с другой стороны, понятно, что Иран давно в этом участвует, и он, в общем, имеет на этом, я думаю, что имеет на этом достаточные дивиденды, потому что это просто хорошо оплачивается, кроме того, речь идет о большом количестве дронов, и вот, наверное, это стало так беспокоить и израильское руководство, которое пытается в любом удобном случае ослабить в определенной мере военную мощь Ирана, и вот на ослабление военной мощи, особенно там, где эта военная мощь вредит интересам Израиля, как раз вот на этом Израиль пытается определенным образом подрывать ту промышленность, которая не стыкуется с интересами Израиля в регионе, и в данном случае сейчас речь идет как раз о дронах, и я думаю, что то, что было сделано вчера вечером, это атака на завод по производству дронов в Исфагане, хотя, в принципе, может быть, речь идет и о атаке одновременно на атомные объекты, потому что атомных объектов в Иране достаточно много, Исфаган как раз известен тем, что там находится несколько очень крупных объектов, связанных с ядерной инфраструктурой, поэтому, может быть, одновременно прошел подрыв и на этих предприятиях. Я буквально 10 минут назад читал сообщения иранских органов печати, так вот, иранский МИД, иранское Министерство обороны, оно сказало, что была небольшая атака беспилотников, беспилотники сбиты, никакого серьезного ущерба не реализовано, и, в общем, это все, что они обычно говорят. Правда, в этот раз ведь речь идет не только о Исфагане, речь идет о другом центре, о городе Табризе, это центр иранской провинции Восточный Азербайджан, и там тоже была атака на иранские объекты, и, в общем-то, в иранских средствах массовой информации не раскрывается, какие объекты, ну, в общем, иранцы никогда этого не признают, у них, видимо, есть свой генерал Канашенков, который знает, как это все подавать, и поэтому все звучит довольно, как бы, беспристрастно, и не так уже из этого не видно, что Иран понес действительно какой-то ущерб, но я думаю, что ущерб есть, просто иранцы делают хорошую мину при плохой игре, тем более другую, в общем, другую игру они просто не признают. Владимир, ну, из того, что вы говорите, кажется, можно сделать вывод, что за этой атакой стоит Израиль. Как тогда расценивать сообщение, которое сегодня в саудовских СМИ появилось, что эта атака – это операция Соединенных Штатов и третьей страны не Израиля? Я думаю, что эта атака вообще, тут, в принципе, атаки идут двойные, атака, как бы, Израиля и Соединенных Штатов, она признается общей такой атакой, речь о какой третьей стране идет, собственно говоря, здесь непонятно, я не могу угадать и говорить, но я думаю, что в данном случае я сказал Израиль, потому что я думаю, что Израиль выступает основным реализатором вот этих атак. Америка приплетена, потому что, в общем-то, в эти дни все считают, что может уже реализоваться прямая военная атака на ядерные объекты, когда будет реализована прямая атака на иранские военные объекты, то в последние дни везде всплывает информация о том, что это будет совместная атака. Израиль не раз заявлял, что он сам не решится и не хотел бы реализовывать такой удар. Он его реализует с помощью Соединенных Штатов. Собственно говоря, на это были направлены последние учения, которые только 27 числа, 27 января завершились. Они были и морские, и наземные, проводились в пустыне Негефи и в акватории Средиземного моря. И, собственно говоря, там отрабатывали как раз удары по военным объектам Ирана, хотя об этом прямо не говорилось, но об этом косвенно сказал и премьер-министр Израиля, об этом дал намеки и президента Израиля Ицхагерца, который только что выступал перед Европарламентом. Поэтому, в общем, поэтому я и сказал Израиль, потому что Израиль никогда не признавал и, собственно говоря, не пытался опровергнуть. Но в данном случае просто мы смотрим, кто бенефициар вот этих вот атак, и поэтому мы думаем, что это все же Израиль. Давайте чуть вернемся к тому, что вы упомянули про беспилотники, а насколько здесь может играть роль фактор войны России против Украины? Могло ли быть так, что целью было как раз производство беспилотников шахет? Дело в том, что вот эти беспилотники шахет, которые сейчас очень широко применяются на военной операции, войне, скажем так прямо, которые имеют там другую, они имеют там другое название, Герань. Герань, да. Россия их просто перекрашивает, но это речь идет о шахере. Так вот, они действительно беспокоят Израиля, собственно говоря. Израиль не раз заявлял, что он хотел бы определенным образом влиять на события, которые происходят на Украинском фронте. Не всегда это получается прямо, но вот израильские военные специалисты давали понять в последнее время, что возможны атаки вот как раз на предприятия, которые выпускают эти дроны для того, чтобы определенным образом Израиль внес вклад такой посредованный в те военные усилия, которые применяются против России на украинском направлении. Есть какие-то вещи, которые Израиль делать не может, но вот под маркой этих полусекретных операций и атак можно как раз сделать что-то, что будет положительно оценено и поможет определенным образом в ситуации на Украине, на которую Израиль, в общем, смотрит достаточно положительно. В том плане, что хотел бы помочь Украине как раз, заняв как раз эту сторону. Каковы могут быть последствия? Стоит ли ждать какого-то ответа от Ирана? И в целом мы же сейчас видим, что в регионе резко обострилась ситуация, потому что очень много всего совпало. Внутри Израиля мы видели несколько атак подряд. Понятно, что они, скорее всего, никак не связаны с Ираном, но тем не менее это все формирует некое такое нервное состояние. Ну, я думаю, что вот именно эта атака вряд ли она может иметь какой-то прямой ответ. Вообще иранцы не всегда отвечают на эти атаки. Мы помним недавнюю атаку на Дамасский аэропорт. Она не имела никаких последствий, хотя для Ирана и для Сирии, естественно, она имела очень большие последствия. Аэропорт до сих пор выведен. Понятно, что иранцы, они могут действовать, оказывать определенное давление на Израиля посредственно. То есть они, скажем, я уверен, что они стоят за последними теракторами, кровавыми теракторами в Иерусалиме. Вот два последних, в которых всем погибших и много раненых. Они пытаются определенным образом контролировать ситуацию в Хамасе и исламском джихаде. Они пытаются этим руководить. И, в общем, не всегда их руки видны. Но, в принципе, мы понимаем, что давление там оказывается. С другой стороны, мы понимаем, что Иран сейчас не в такой ситуации, когда он может очень жестко отвечать. Потому что сейчас сложилась ситуация. Не зря я говорил о возможности вообще прямой атаки, потому что в последнее время создалась ситуация, когда переговоры с ОПД ушли в какую-то тень. Но работа Израиля, работа, простите, Ирана по продвижению атомного проекта, она продолжается. Потому что ведь уже неоднократно признавалось, что Иран находится на стадии порогового государства. То есть ему осталось просто, может быть, декларировать, что он стал атомным государством. Он достиг очень много. Он продлинулся и по уровню обогащения. Там уже всплывает иногда цифра 90%, то есть 90% обогащения. У них уже готов ядерный запас. Они успешно работают над продвижением ракетной программы, то есть ракеты-носителей. И в принципе Израиль, конечно, это очень сильно беспокоит. Тем более, что Израиль понимает, что скорее всего ЕС, то есть Евро-тройка, не может быть здесь помощником в решении иранской проблемы. Они отошли от переговоров. Соединенные Штаты вроде бы в свете переговоров неоднократных, в свете сейчас подключения Натаньягу, выхода его на пост премьер-министра, подключения к очень более активной позиции по иранской проблеме. Возможно, здесь Ирану грозят не очень хорошие времена, потому что он уже сам довольно обеспокоен, понимая, что что-то должно решиться. И сейчас видно, что внутри страны идет определенная такая ситуация с тем, что протестные акции немножко замедлились. В стране опять закручивают гайки. И вот это закручивание гайок, оно может привести к тому, что Иран опять бесконтрольно начнет продвигаться по ядерной проблеме, то есть по продвижению к ядерному клубу. И это может действительно зажечь искру, и в определенной мере начнется какая-то жесткая фаза противостояния между Израилем и Ираном именно в плане военной акции. О ней уже много говорят. Насколько это реально говорить трудно, потому что серьезно говорили и 10 лет назад, и 2 года назад. И Иран, в общем, как бы застыл на той фазе, которую уже несколько лет пытаются дискутировать. Но в любом случае ситуация с Ираном грома такая, я бы сказал, грозовая очень, потому что страшная экономическая ситуация, очень большая оппозиция народу, народо-исламскому режиму. Уже все говорят о том, что дни исламского режима, если действительно, так сказать, будут новые вспышки активности, они действительно сочтены. Насколько это так, трудно говорить. Не всегда видно все со стороны. Но в любом случае, как бы нынешнему Ирану, его руководству просто не позавидуешь. При этом вы говорите, что Иран достиг очень заметного успеха в ядерной программе. Значит ли это, что многолетние санкции, которые последовательно накладывают на Иран, в принципе не очень мешают режиму? Да, да, вы совершенно правы. Потому что смотрите, ведь санкции есть, санкции накладывают все новые и новые. На днях Европейский Союз пробовал внести корпус стражи и самской революции в список террористических. Ему пока не удалось, потому что есть определенное противодействие в Евросоюзе. В Иране очень сильное падение национальной валюты, но несмотря на это, ему удается проводить какие-то акции, которые, например, направлены на то, что по итогам прошлого года поднялся экспорт нефти, то есть он получает нефтедоллары, причем довольно значительно. Сейчас на уровне 2019 года, вот в прошлом году, Иран ведь обложен санкцией, ему не разрешено торговать нефтью, но по итогам прошлого года полтора миллиона баррелей в день он продает и, в общем, имеет деньги, которые идут на развитие военной программы и, как вы правильно отметили, вот развитие ядерной программы. Но развитие ядерной программы, оно пошло ускоренными темпами после того, как в 2018 году Соединенные Штаты вышли из договора СВПД. Это открыло дорогу Ирану, он тоже выходит, и он уже нарушал договор 2015 года просто немыслимое количество раз. Он поднял час обогащения, я уже сказал, он внедрил центрифуги шестого поколения, и он, в общем, действительно уже превратился в пороговое государство. Тем самым он дает сигналы России, что пребывание под санкционным прессингом, оно не всегда так опасно, как кажется со стороны. То есть Иран разбил экономику сопротивления, и сейчас он по многим параметрам, в общем, себя довольно активно и довольно комфортно чувствует. Но в любом случае эта ситуация не самая хорошая, и даже то, что он, в общем, не в самом плохом, находится сейчас не в самой плохой ситуации, ситуация в стране все же взрывоопасна по очень многим параметрам. — Кто здесь будет ключевым игроком? То есть мы с вами упоминали Израиль, мы с вами упоминали США. Европа здесь кажется немножко не то чтобы наблюдателем, но скорее чуть подальше, видимо, менее эффективно. Что, может быть, там кто-то из арабского мира еще? — Ну, тут, в общем, вокруг Ирана сейчас пустота, потому что Иран ведь ни с кем нормальных отношений не поддерживает. Он пытается сам барахтаться. Более того, он сейчас в своей внешнеполитической деятельности опирается на Россию. Они две страны, которые заявили недавно. Россия, собственно, недавно, а Иран уже 44 года, заявляет о том, что он страна антизападного направления, вот это антизападничество, оно их спаивает. И это обе страны, которые сейчас пытаются работать вместе и пытаются зарабатывать какой-то капитал для своего будущего развития. Поэтому вокруг, около Ирана, только одна страна, больше никто его не поддержит, ну, кроме государств шиитской оси, ну, это ослабленные страны. Там Ирак, кто сейчас входит, Сирия, которая до сих пор не вышла из гражданской войны, Ливан, который силен только Хизбалой, собственно говоря, и больше стран нет. Может быть, и Йемен, но, опять же, о Хуси так нельзя говорить, о государстве. Поэтому сейчас выкарабкивается один, он пытается расширять свое влияние. В последнее время Иран пытается расширять влияние и в Латинской Америке, в основном через Хизбалу. В последнее время он пытается находить какие-то точки опоры в Африке, но это все не очень помогает. То есть, сошлись два одиночества, и они друг другу сейчас помогают и помогают выйти в том числе и той ситуацией, которая сложилась. Получается, что главная опора и надежда Ирана сейчас это Россия, но вообще-то это очень мощная опора? Это очень мощная опора, но дело в том, что оба участника этой вот оси, и Россия, и Иран, они страдают дефицитом доверия друг к другу. То есть, Иран никогда не считал Россию серьезным своим партнером, потому что у народа Ирана очень плохая историческая память о России, которая, особенно начиная с 19 века и, так сказать, отняв часть Ирана, вы знаете, что это вот Северный Кавказ и район нынешнего Азербайджана, это территории, которые были когда-то иранскими. Потом вообще впечатление о России как о ненадежном партнере, оно превалирует и в Иране, и на уровне, скажем, парламента. До сих пор есть заявления иранского парламента, которые просят пересмотреть некоторые пункты договоров, которые связывали обе страны. Это с одной стороны. С другой стороны, и Россия не всегда относится с должным пониманием к Ирану, понимая, что эта страна играет не самую конструктивную роль в современном мире. Поэтому вот эти две страны, которых спаяны сейчас, сейчас у них может быть такой эпофеоз их дружбы, их сотрудничества, но внутри этого союза нет понимания нужности друг к другу, есть только понимание того, что есть сиюминутные задачи, которые лучше выполнять, имея, так сказать, своим партнером Россия и Ирана, Иран-Россия. Но Иран, видимо, тоже не самый надежный партнер. Конечно, не самый надежный партнер, у него громадные долги перед Россией, и потом они прекрасно знают, что на Востоке к договорам относятся не так, как к цивилизованным мире, их могут просто растоптать, поэтому договорные отношения для иранцев не всегда значат как бы то, что оно на самом деле должно значить, ну а Россия, так что, в общем, друг к другу относятся они с самым большим грузом доверия. Спасибо огромное. Спасибо огромное.